Следующая вещь тоже такая, вы знаете, мужская и по глубине мысли, наверное, самая выдающаяся в моем творчестве. Я ее тут спою просто потому, что, в общем, ощущаю этот концерт как концерт для друзей, поэтому как-то хочется пробовать петь новое. Значит, вот такая фантазия, еще одна из фантазий на тему мужского одиночества, очень она меня влечет. Сейчас я вам продемонстрирую это дело. Такая очень мрачная песня, поэтому вот так начинается. Сегодня рассвело и паук по кличке Герцан в углу лелеял думы о былом. Не это ли былое твое живое сердце серебряное золою замело? А кричу спокойный паук по кличке Герцан разглядывает тени от вещей. Ни слова о драконе, живущем в твоем сердце, ни слова о драконах вообще. Ни слова о драконе, того, гляди, проснется, спорхнут его узорчатые сны. А ты еще не понял, чем это обернется для Герцана, тебя и остальных. И прятаться куда же? В певучие созвездия, в небесные летучие сады. Или в куплю и продажу, в последние известия, или, может быть, в армейские ряды. В церкви небесном сейчас рассвело, у жар птицы двенадцать птенцов. Разлетаются перья и уже говорят о тебе. Гляди, летит перо, гляди, летит перо. Ни слова о драконах, их сумрачные очи страшны, как затонувшие суда. Но если ты не сможешь забыться этой ночью, чего тебе захочется тогда? Пить водку на балконе, смотреть на дно колодца в отцовском ботаническом плаще. Все в думах о драконе, когда же он проснется, когда же он проснется вообще? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Спрятишь лицо, если только доверишь Своё царство судьбе. Гляди, летит перо, Гляди, летит перо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова